так ладно давай погнали гроссмейстер против нас чес фат бир 44 но сложно 44 подъем здесь под вяжем так наверно на так отойдем на 2 такой ход сделать законе 4 видимо он будет сейчас запихивать до конягу и это вынуждает разменяться ну ладно куда-то назад отвалил давай пока так коняга сюда ну и попробуем погнали конем погнали пешками шаг ему дать в угол отойдет можно так попробовать подзащитить ну давай попробуем типа защитить так перешел да давай пока пешку защитим эта пешка еще в опасности ну такого хода нету да там шахи будут такого хода нету может быть все таки попробую защитить ладно давай пока здесь не двигаться взятие с шахом меня немножко беспокоит может быть ладью поднять вот так вот давай все таки поднимем ладейку чтобы пешка была под защитой вот это ну и может быть сюда куда-нибудь конь е4 мне кажется кстати логичным ходом в каком-то смысле так могу дальше двигать взял 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 к но я не могу да а если сюда он вообще сюда ушел так ну ладно пошли тогда коняга пошли сюда был успел перестроиться хорошо да что делать может быть пешку аж толкать на давай пока подождем пока подождем посмотрим что он будет мне кажется конь е4 принципиальный ход вы обидно е4 а наверно могу кстати да наверно могу он пытается меня согнать ну не думаю что это прям угроза ж4 сыграть это слишком слишком прямолинейно это ладно погнали же 4 взял хорошо я беру пешкой надо естественно и вот здесь он только играет конь е4 так побить побить на объем здесь по моему бить нельзя из-за хода f6 дам поэтому надо отойти готовим же 5 дальше таранить это все так-то я его неплохо зажал на f6 можно будет даже сюда перескочить на д6 потом так хочет владел что ли побить знаю давай вторую ладью подводим хотим просто ранить дальше пока позиция выглядит много обещающих политические темы всегда должны быть актуальна так что здесь такое взять могу кстати я могу взять наверно на f6 есть и пехот свержи же 6 либо конь же 6 а если я сыграю же 5 то что блин ну хочется же 5 конечно сыграть здесь пешка что ли подвисает план давай съем по моему можно взять пешку в шесть и вот здесь у меня есть вход сюда кстати грозит ладья и грозит ход конь е в 3 и по моему это должно привести меня к победе если я конечно не ошибаюсь так ну а конь е в 3 простите ферзи то куда деваться ферзь то попался неожиданно сюда побьет и ладью просто съест победа бьем гроссмейстера поймой наводкой 2 700 плюс кто это был такой кстати зао джун не знаю кто это честно вам скажу давайте отчет о партии ну что ж мы досмотрели партию до конца давайте теперь попробуем разобрать ошибки ческом выдает такую точность для игроков видите что мой соперник играл достаточно точно 8 щиты и 2 у него точность но у меня просто 91 и 5 и это по сути заешало эффект партии давайте разберем теперь по ходам у нас был ферзевый гамбит карлс бацкая перчина структура здесь все путевое а 6 в принципе возможный ход отступаем слон е7 вывожу слонам локировочка h3 не такой частый ход обычно выводят либо коня на поле едва либо ферзя на c2 ставят черный пока развиваются логично и вот конь е4 попытка упростить позицию в принципе это удается взять и взять и рокировка у черных почти равенство видите что отступление коня было совсем не обязательно можно было подкрепить его вторым конем ладью вывести на открытую линию но в принципе конь d6 тоже сильно не портит картины я играю ферзем на c2 это сильнейший ход второй конь идет на поле d6 черный оккупирует центральную клетку но зато поле е5 освобождается я могу забраться туда конем и подкрепить будущем этого коня пешка вот b4 вы видите что мое решение не особенно одобряется движком вместо хода b4 предлагается почему-то ход а2 а4 либо ходы ладьями честно говоря ход а4 для меня не очевиден поскольку черные могут сыграть а5 и получить поле b4 в свое распоряжение однако движки утверждают что здесь у черных есть некоторые проблемы ну ладно не будем здесь подробно останавливаться b4 я играю черный отступать какие-то прыжки конями туда-сюда я подкрепляю коня пешкой и теперь этот конь переходит на поле b6 вот видимо это была неудачная идея лучше было оставить коня для защиты королевского фланга ну и попутно контролировать поле е4 в этом случае перевес белых был бы минимальный хотя и здесь я могу продолжить атаку например сыграв g2 g4 и не так просто черные конечно коням сюда забираются но я могу разменяться взять я например такое и f5 эта позиция с перевесом белых белые могут пытаться готовить атаку пешками на королевском фланге вот конь b6 видимо оказался хоть не туда ладья b1 тоже как ни странно ошибка вместо этого хода предлагает мне сыграть a2 a4 тоже ход такой неочевидный видимо с тем чтобы потревожить коня на b6 ну а если конь пойдет на c4 куда он собственно и планировал пойти туда уже ладья может пойти либо на е1 либо на f3 как я играл в партии и здесь перевес на стороне белых ну тоже непонятно чем ход ладья b1 не нравится движку давайте попробуем разобраться дело в том что черный тут скачет коньком на поле c4 и видимо неприятно то что создается угроза конь a3 с двойным ударом на ладью и на ферзя и придется делать какой-то ход в духе ферзь f2 защищая пешку е3 ну и тогда у черных есть довольно ну разные ходы конь b5 например ход предлагают движок такой тоже ход который в голову первого на первый взгляд не приходит помимо конь b5 еще f6 прогнать мою лошадку ну и здесь взятие взятие слон g6 и видимо взятие на е3 возможно вот такой вариант но все таки это жертва качества жертву качества и оценить это в блиц совсем непросто тем более здесь у черных строго единственный ход чтобы не проиграть это слон f5 и типа вот эту позицию движок оценивает как с компенсацию черных ну хотя вот постепенно он все таки выводит что у белых здесь есть перевес ладно не будем здесь останавливаться видимо прыжок на c4 все таки давал черным хорошую игру может соперник играет пока слон d7 такой не решительный ход соединяет ладьи я веду пешку вперед наконец-то угадал с ходом а6 еще один не решительный ход теперь я защищаю пешку на е3 черный подтягивает ладью прогоняю коня а ну и ход в угол доски это и вовсе зевок пишет движки оценка после этого сразу становится сильно в пользу белых надо было собрать все волю в кулак и поставить коня на поле c4 куда он собственно и направлялся ну и например после взятия слоном здесь у нас почему-то взятие пешкой белые двигают пешку на f5 ну такая позиция знаете все-таки в пользу белых явно белые надвигают пешки на королевском фланге хотят создать здесь какую-то игру черные пытаются где-то подловить на какой-то контратаке где-то даже путем жертвы качества например в этой позиции предлагается ладья b5 жертвы качества взятия и слом бьет f5 нападая на ладью сюда слом бьет b1 комбит b1 ну ребят согласитесь для человека не очевидно что в этой позиции без фигуры черные имеют какую-то компенсацию скорее всего речь идет о том реализуют белые коня или нет в общем кодя 8 опять очень пассивно как-то китайский гроссмейстер не спешит форсировать события я веду коня на прекрасное поле c5 черный топчется на месте король h2 пишут что этот ход зевок ну почему как может хоть король h2 быть зевковым видимо дело в том что намного сильнее было бы задвинуть пешку на f5 захватывая пространство а чем портит позицию ход король h2 тоже непонятно честно говоря чем король h2 портит позицию вроде бы f5 все равно можно в любом случае пойти сами черные могут поставить пешку на f5 но видимо это только на руку белым белые играют g4 и вскрывают позицию так что не ясно чем ход король h2 не понравился конь e6 сильнейший ход и вот я пошел пешками в атаку g4 взятие на c5 неудачно надо было как-то стоять и терпеть ладно взятие взятие конь идет вперед здесь я заметил что нельзя бить коня два раза из-за того что черные играют f6 и за счет связки выигрывают животное так что взять пешки нельзя поэтому в этой позиции я просто отступаю ладьей и готовлю атаку пешками ладья d5 вторую ладью подвожу ну и вот в этой позиции можно уже побить пешку на e4 потому что на f6 находится ход f6 нападая на ладью и на отступление ладьи конь f3 ловит ферзя ну и собственно так партия и закончилась ну что ж довольно чистая партия без каких-то грубых зевков надо отметить что китайский гроссмейстер играл очень не решительно топтался своими фигурами на месте и в итоге попал под железные тиски силы кандидатов мастера если вам понравился обзор не забывайте ставить ваши лайки подписываться на канал и смотрите плейлист по карлсбасскому варианту ферзевого гамбита там собраны все партии игранные этим дебютом а с вами был Евгений Шувалов до новых встреч субтитры создавал DimaTorzok 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 субтитры создавал DimaTorzok